1, 2, 3 Какая ситуация? Я сейчас нахожусь на карантине Салфеточку дай Лена, всё! Теперь ты чистый, мой брат Ребят, извините за такое мнение, но как бы это на пользу Кто эти люди? Во-первых, это красиво Кажется, ты похож на моего будущего парня Ребят, на мне маска, а вот меду За окном бушует коронавирус А вы сидите на карантине Не время жевать сопли, ведь это новый выпуск Дурнив смотрит сториз Алексей Дурнив? Дима, что началось? 328 тысяч подписчиков Новичок? Это что, змея укусила себя за хвост? Чем питаются депутаты? Еда Дурнива 3 Да, кстати Так, и что тут? Ребят, первое на сегодня включение И такое важное Туалетная бумага Всего есть Есть вот Мышевая берёт Влажная Есть сухая Какую ваша попа предпочитать? Есть оранжевая Хочу сказать, что по ту сторону экрана Мои сториз смотрятся чуть-чуть странно Есть зелёная Есть белая Четыре слоя Есть два Есть три Я вот смотрю на всю эту туалетную бумагу Хочу сказать Де Абухівська? Нема Абуховской В этот раз я решила Все, буду покупать просто Абухов Или тетрадки Владика, они закончены Ну это реально очень дорого Нема Абуховской? Нема ніякой Есть вот, например, с ромашковым ароматом Есть с собакой на упаковке Ты какую любишь, что ли? Я с пандочкой Я люблю, чтобы собака на упаковке Есть с собакой на упаковке Может кто-то любит Есть с голубой полосой Ребят, любая туалетная бумага Вообще паника это не очень смешно Но уже раз она происходит Очень странно, что одновременно по всему миру Причем это не только нас касается Если бы только у нас, я бы сказал О, наши как всегда По всему миру В первую очередь Под нож паники Легла туалетная бумага Это что? Каждый раз, когда кто-то чихает Теперь надо обосраться Ну почему именно туалетная бумага? Я, например, тоже закупил много туалетной бумаги Но давно На черную пятницу еще Была скидка на одном из сайтов И я заказал две вот таких больших упаковки Все Ее осталось еще А что если девочки теперь будут давать за туалетную бумагу? А у тебя точно трехслойная? Или знаешь, как раньше записывали Типа Леша Мерседес, Валера Вольво Теперь будут писать Леша двухслойка Игоря Буховска Ребят Владимир Кауфман 22 и 1 тысяча подписчиков Владимир Кауфман Бьюти Эксперт Стайлист Энд Колорист Верк Профайл Одесса Киев Это рубрика Ноу Нейм? Да Это она самая Итак, друзья Всем привет Сегодня просто такой трэш-день Такой трэш-день Прям Ну я не понимаю А он, знаешь Это какая-то смесь Брутального и женственного В этих мужчинах Он лысый И при этом у него накачаны губы И подкрашены глаза, по-моему Сегодня просто такой трэш-день Просто какой-то космический Сегодня ни хера я не успеваю Куча перенес людей Ну, я так понимаю На сторис время нашлось Все-таки не успеваю Потому что просто Не успеваю ни хера Очень много людей Очень много сложных работ Поэтому, короче, вот так Ну и ничего В ближайшее время Я восстановлю свой инстаграм И буду снимать вам Как всегда Всю свою Ха-ха Поскорей бы Э, Дима Ты опять балуешься? Это не я Это дубликат Какой еще дубликат? Обычный дубликат Расскажешь о нем Во время розыгрыша Расскажу? Ха-ха Расскажешь Ладно Друзья, я вас очень прошу Фильтруйте информацию Которую вы получаете У меня, кстати, когда Такие уже люди просят Я становлюсь Фильтром Обратного Осмоса Знаешь Я Я активированный Уголь С этого момента Я вам скажу так Что каждый день Я читаю Нет, ребят Пожалуйста, Дима Ну не смешно Немного фильтруй все-таки Каждый день Я читаю Сколько людей Умерло от коронавируса Но у меня вопрос Кто эти люди? Я, кстати, тоже Я присоединяюсь Я вообще О них ничего не знаю Слишком мало информации Чем они занимались? Кто ты по жизни? Человек Погибший от коронавируса Кем ты был? Но у меня вопрос Кто эти люди? Как их зовут? Где они до этого были? Потому что Ни у меня Ни у моих друзей Ни у друзей моих друзей Нету коронавируса Никто не кашляет И не болеет А кто тогда болеет? Я всегда смотрю Если друзья мои друзей Не болеют Кто тогда вообще болеет? Потому что Это же почти все люди На планете Дима А ты мне специально По-агейски так подвернул Рукава Что в опрессии происходит? Я хочу вот такую шубку белую Поэтому Мне кажется Что весь мир Отвлекают от чего-то Очень важного Вы знаете Мне напоминает Эту ситуацию Когда в нашей стране Проходят выборы И голосуют люди Это же Политтехнолог Которого мы заслужили Знаешь Как ему бы сказали В Мариуполе Ты хуй за ртовыми Сначала Понимаешь Человек ничего тяжелее Членов в руках За свою жизнь не держал А туда же Вы знаете Мне напоминает Эту ситуацию Когда в нашей стране Проходят выборы И голосуют люди Которые умерли 18 лет назад Так и сейчас Якобы По всему миру Умирают Десятки Тысячи людей Но кто эти люди? Кто эти люди? Кто они? Ты знаешь Хоть какой-нибудь из них? Я вообще никого не знаю Если кто-то умер Кого я не знал Этого не было Но кто эти люди? Никто не знает Никто их не видел Я хочу таким голосом Всегда разговаривать Никто не знает Никто их не видел Никто не знает Никто их не видел Поэтому пожалуйста Фильтруйте информацию Которую вы получаете Это очень хороший совет Ребят Когда вам скажут Что где-нибудь в Сирии Идет война И там разбомбили город Алеппо Спросите своих друзей Кто-нибудь из них был в Алеппо В этот момент? Потом Спросите друзей друзей Был ли кто-нибудь ребят? Не думайте почему Я спрашиваю Просто я хочу фильтровать информацию Погибают люди в Италии Друзья друзей у него не болеют? Ребят Самое время Помыть руки И этими чистыми руками Поставить закусенец вверх Этому видео Кстати Когда вы нажимаете Закусенец вверх Это видео продвигает Ютуб Его видит больше людей И у вас с большим количеством людей Есть о чем поговорить И больше людей Как нам кажется Становятся чуть более адекватными Спасибо за это Ребят Задумывались ли вы о том Сколько всякого ненужного В наших домах Например Поломанный ноутбук Юбка В которую ты больше никогда не влезешь Кей бывшего И куча всего другого Старые вещи Больше не удовлетворяют И потому мы покупаем Новые-новые Провоцируя медленное Уничтожение планеты Время сказать этому Стоп Наскучившие вам вещи Все еще могут Кого-то порадовать Вместе с гиперпространством Объявлений Изи.юэй Мы запускаем Новую рубрику Бывшая дурнева В которой я буду продавать Ненужные Но все еще Клевые Штуковины Прямо Из моей квартиры Поехали Всем привет В эфире Бывшая дурнева Единственное шоу В интернете Где можно Отхватить Невероятно Крутые вещи По самой сладкой цене В прошлой программе Мы обещали Помочь продать Одну из ваших Бывших вещей Вы накидали в комментарии Просто кучу вариантов Ну что Аж пришло время Выбрать Одно из тысячи Предложенных Объявлений Листая Я говорю Листаю Или листая Напишите в комментариях Листая 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 Эко-кожа, розовый, с напылением на солнце вообще шикарно Состояние новое, фирму не знаю, была только этикетка Привязанная, не смогу найти Ребят, рюкзак действительно очень крутой Розовый, эко-кожа, производитель Другой производитель Забирайте Всего 400 гривен, что? Ребят, ссылка на этот супер-рюкзак в описании Поторопитесь Блин, суперский рюкзак, кстати Ребят, подавляющее большинство вопросов связано вот с чем Есть ли у изи.ua свое приложение в App Store? Хорошо, что вы спросили Конечно, есть И оно настолько удобное, что не установить его себе может только полный идиот У тебя есть? Нет Вот видите И оно настолько классное, что пользоваться им 100% кайф Дабы не заплутать в темном лесу интернета Оставили ссылку на приложение изи в App Store прямо в описании Но согласитесь, кем бы я был, если бы не напомнил вам, что в изи.ua действует бесплатная доставка в отделение JustIn Знал? Нет Итак, покупайте на сайте изи.ua через надежную оплату И забирайте товар прямо в отделениях JustIn Бесплатно Подробности в описании Ребят, ну а теперь пришло время продать одну из моих бывших И сегодня это что-то, что скрасит ваши нелегкие деньки на карантине Что-то, что поможет завести вам новых друзей Ну или развлечься со старыми Ох Ребят, такая крутая вещь за такие копейки Даже не знаю, доставать нет Это мой... Нет, к сожалению, не могу продать его Пока себе нужен Ребят, это Приставка Иксбокс 360 Приставка Иксбокс 360 Потрясающая игровая консоль от компании Microsoft Которая позволит вам круглосуточно развлекаться дома Укомплектована двумя беспроводными геймпадами Кинектом И что бы вы ни думали Просто огромным количеством игр Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу в этом кстати говоря вы даже не представляете как весело играть на xbox вдвоем консоль открывает множество возможностей и каждый выбирает именно то что ему по душе что касается игр то за 15 лет их скопилось столько что от выбора просто рябит в глазах и за все это счастье из 2010 года программа бывшие дурнева просит у вас 2000 гривен что а что уверен что мы должны продавать ребят не забывайте выкладывать свои бывшие любимые вещи на сайт easy.ua если вы хотите чтобы мы помогли вам их продать оставляйте ссылки на них прямо в комментариях с вами были бывшие дурнева папа ребятушки вы ждали и этот день настал lola taylor 27 и как понятно из ее название странички это 27 раз человек регистрируется в инстаграме 3728 подписчиков ноль подписок она уже даже такая дошли короче это моя резервная страница меня вечно блокируют вечно блокируют подписывайтесь на lola taylor и lola taylor шуб 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 сотрудничество в директ блин какое сотрудничество можно и в директ предложить то самое да кстати лола пиздец какое с тобой сотрудничество он наш дружочек джахали предложил посотрудничать такая ситуация я сейчас нахожусь на карантине слава богу дома все хорошо на карантине это что значит не отсасывать незнакомцев на карантине вот поэтому всем кто создаст вакцину я готова лично сама дать лично даже сама она может дать получается не кто-то вам даст не lola taylor секс конечно я хочу изучить химию потом физику потом засесть в лабораторию и через 20 лет выйти победно знаешь сказать вот я все сделал лола погнали ну сами понимаете люди страдают но тяжело все это очень тяжело сейчас люди из лаборатории просто даже те которые пытались зашивки так короче ничего нормального нам не светит мы просто разойдем сейчас и все мне нельзя из дома выходить иначе посадят у меня есть постановление представляете ну короче вообще это все вот прикиньте постановление то есть что типа в россии там такие так что мы предпримем чтобы не распространялся коронавирус так закроем школы дискотеки и этой скажите это это и скажите еще пусть она отсосет сейчас всему району опять опять мы тут боремся боремся все опять болеют только в орехово-зуевском районе очаг трепака заглушили куда дайте какую-то бумагу пусть подписчик все эти маски вот эти все уколы все эти прививки до одного места человек просто берет член в рот и переносит все сразу вместе с коронавирусом и всем набором если выйду из дома меня посадят у нее как под кремлем там солдат дежурит у подъезда короче дам за вакцину дам за вакцину я тебя услышал ребят а вот кто за вакцину может и не даст но зато сможет как следует насмешить так это дядя жора 379 тысяч подписчиков дядя жора ведущий шоумен продюсер знаете если вам кто-нибудь пишет от компании дяди жора и предлагает бесплатно поработать над одним из его проектов в ваш дом постучался шоу-бизнес дядя жора очень обидно будет но походу этот штрих хочет немножко тебе геля на волосы сбрызнуть во первых это красиво реально потрахивает дядю жору две вещи которые потрахивают дядю жору маленькая обезьянка и плохое чувство юмора всем привет пацаны ну вот поехали обезьянка сделала свое грязное дело на арену выходит чувство юмора пацаны хочу подогнать вам полезный лайфхак и так ребята рубрика лайфхак от дяди жоры или как дяди жора окончательно на карантине лайфхак от дяди жоры я думаю у всех какая проблема что же подарить свои любимые половинки поэтому если вы попиваете пивко стараничкой то вы можете сделать и совместить приятное с полезным как это сделал я не не выкидываем таранечку а у нас остаются вот такие прекрасные рыбные серьги которые вы можете подарить своей любимой ну а если пойти дальше то можно еще колье вот такой вот такая подвеска рыбная подвеска в общем рыба рыба это тренд 2020 года поэтому наташенька ну то есть а кто-то с ним живет это же женщина это же постоянно фух хочется антисептиком руки вытереть ребятки елена филонова 399 тысячи подписчиков елена филонова ведение мероприятий что за новое что-то написано что раньше была девушка бренд была куда делась девушка бренд а ведение мероприятий и пиар люблю кушать это мы придумали по-моему да ребята это архивные stories понятное дело ведь сейчас все рестораны закрыты на к что рантин просто очень захотелось вспомнить как это а кто ест лучше филоновой никогда не думал что это скажу но прям захотелось стать луковыми кольцами всем после такого конечно шаромыга должна быть найдена ну конечно что за шаромыга я вот не могу пошлишь на шаромыга должна быть найдена ну конечно давай давай гля гля блин она вкусно так ест а что у нас теперь в заголовке этой программы будет лена филонова лежит пельмень кликбейт не даже так лучше лена филонова лежит пельмени надо отдать должное лена оля не уже очередь выстроилась для для очередь выстроилась лена все прекрати говорю сейчас будем отбиваться от этих шаромыг кузатых прекрати шаромыги будет смешно если там повернули камеру а мы с тобой стоим да хватит лена куда тебе еще огурец лезет сегодня уже созрала есть ресторан лена филонов всегда мечтал быть на его месте приятного аппетита надеемся коронавирус вас не тронет ириша слюнько 125 тысяч подписчиков ирина слюнко вот человек не меняет описание молодец победительница все еще она шоу пацанки новое життя финалистка шоу вид пацанки до понянки второй сезон у нас на самом деле есть шоу еда дурнева и мы там обозреваем рестораны разные и мне тоже стали в личку писать и всякие там заведения знаешь типа давайте мы вам пришлем еду сделать и обзор я думаю вот это да вот мы конечно специально сделали программу чтобы похавать бесплатно я вижу что у ирочки очень красивая футболка откуда она взялась спасибо за проценты давно заслужил а ты только вспомнил и хоть доставку оплатил так бы не забрала бы ирочка пожалуйста как говорится все заради тебя кстати ребят не забывайте во время карантина носить маски в дурнив шоп тоже немного подхватились и сделали вот такие такие еще такие и кажется остались еще вот такие маски теперь вы сможете узнать любителей программы дурнив смотрит stories прямо издалека привет санжелена санжелена 18 миллиона подписчиков санжаровская елена автор двух бестселлеров каких простит убила мужа уберите еду ребят если вдруг достали пожалуйста все мои дорогие что вам полегчало ждите стоит все только доберусь до конца общественного учреждения я приду и обязательно обрежу там унитаз как и свой его а что происходит дима тут унитаз воняет что ты напердел туда и просто напердел под крышку фууууууууууууу對吧 так если же хахахаха да всё да что всё кошмар и со мной сто процентов ничего не случится ребят по миру катится новый коронавирус челлендж суть нужно облизать унитаз таким образом люди как бы sagt Фак ю, здравый смысл, но думает, что борется с коронавирусом. Не делайте этого. На самом деле, для таких ребят есть гораздо лучший челлендж. Твой член? Мой член челлендж. Нет, я хотел предложить им полизать у бродячих собак под хвостом, но даже не знаю, на чем теперь остановиться все такое. Ребят, медоед стайл, 256 тысяч подписчиков, папа медоед, не имитирую сарказм, снимай трусы и будет весело, тот самый лысый из бразерс, но это не точно, медоед пиар, мой магазин кальянов. Как поместить мои кокехи в баночку, пока я не представляю, вот как это, это вот так я должен там, над туалетом или что? Блин, я же весь засручу сейчас. Ребят, уберите еду, пожалуйста, походу сейчас будут разбираться с этим вопросом, да? Это ювелирная работа, полную банку, знаете, прям под крышку, даже руки мне не спачку. Все, кладем образцы в холодильник, чтобы точно не спортились, а пока душ, потом на лазерную эпиляцию и потом схожу, сдам анализы. Аж рука зачесалась. Вообще, конечно, он лукавит, потому что в одном из выпусков медоед уже доставал говно в баночке из своего холодильника. Город холодильник тянуть к варенью, а тут на моем пути банка с сольными фекалями. Нееее! И вы знаете, мне кажется, что дело не в том, что он так часто сдает анализы. Просто он хочет намекнуть своей жене, что ее стряпнет дерьмо. Мась! Мась! Маша шпак! Мещанский шпак! А вот так? Что? Не вставляй меня в программу. Не вставляй, пацаны не поймут. Я Кривцова. Я Евгения Кривцова. 2,4 миллиона подписчиков. Новичок. Марафон новая я. Я никогда об этом не говорила. Я капсулировала свою плаценту. А почему, интересно, об этом бы не рассказать? Так, капсулировался. Что сегодня за выпуск? Один насрал в холодильник. Я капсулировала свою плаценту. Просто я об этом не говорила, потому что у нас много таких прям... О, боже, я наел свою плаценту! Блин, вот такие конченые люди, да? Типа, ну реально, что-то такого. Ты просто, ну, у тебя получается, ты забеременела, да? И у тебя ребенок находился в таком пузыре, как бы. Ну, реально бред его выкидывает? Ну, согласись. Его капсулируешь просто, да и все. Он же ж не каждый день у тебя, знаешь, это ж не то, что действительно там вываливается и вываливается эта плацента. Это что-то редкое. Это, ну, при всем большом желании не чаще, чем раз в 9 месяцев у тебя. Да если б в этом был хоть какой-нибудь смысл, померь, уже б цыгане. Так бы, блин, эту плаценту... Ну, реально, цыгане рожают детей, чтобы отправить их торговать или что-то, или воровать, или чем-то заниматься таким с 5 лет. Просить деньги. А тут, если им сейчас рассказать, что еще и плаценту можно капсулировать, то в Молдове, блин, каждой аптеке будет. Вот поэтому я это делала для себя, не для хайпа. Но хочу рассказать, что вот мы так же высушили пуповину Мии. Пуповина – это чистый кайф. Вы зря. Высушили пуповину Мии, она считается как оберегом. Конечно, естественно. Нет, а бывает, смотришь с человеком, постоянно какие-то неудачи происходят. То где-то ударится, то собака покусает бродячая, то на работе сократят. И ты у него невольно спросишь, ты что, потерял свою пуповину? Ты ночью? Я, конечно. Она подострепалась уже, конечно, не та, что прежде. И вот вторая часть плаценты, она лежит, ту, которую нельзя капсулировать. Мы ее летом закопаем под дерево. Блин, дерево будет рада. Дерево такое, блядь, под меня срут. Суд, я привыкла. Ну давайте, пожавшими листьями. Летом закопаем под деревом. И у Мии будет свое место силы, куда она всегда может прийти. Потому что место силы образуется. А, получается, да? Чувствуешь ослаб. Пойду, где мама плаценту мою закопала. Виктория Боня, ребят. 6,5 миллионов подписчиков. Свой бренд джинсов у человека есть. Ну я скажу, ребят. Мне всегда 26, а не 25. Я скажу так. Я скажу, что этот вирус нужен нашей планете. Давайте на секундочку сейчас вспомним, что Виктория Боня, она вообще обращается к шаману за советами. И я думаю, что эти мысли, конечно, пришли в голову ему. Это не коронавирус? Дима, не знаю. Если это коронавирус, то это, получается, последний выпуск. Дурнив смотрит сториз. Я считаю, что то, что происходит, это было необходимо для того, чтобы человечество немножко встряхнулось. Вот я обожаю, когда какая-нибудь тупая пизда на такие темы рассуждает, знаешь? Блядь, я Виктория Боня, я участвовала в Дом-2. Давайте я расскажу, что нужно человечеству. Сука, мыслитель современности. Знаешь, а что скажет Виктория Боня? То даже Лола Тейлор и та прикладывает свои качества более-менее в какое-то конструктивное русло. Понимаешь? Дать за вакцину? Ну да, ну хоть что-то, ну хоть как-то, понимаешь? А это, ой, так и надо было. Это было необходимо для того, чтобы человечество немножко встряхнулось. Вот. Для того, чтобы немножко, как бы, включилось. Осознание какое-то пришло. Э, ты пользуешься услугами шамана. Осознание пришло. Какое нахуй осознание? Я уже злюсь, блядь. Сука. И такие вещи, они в каком-то смысле бывают полезны для нас, тех, которые живут на автомате. Я говорю, для нас как для человечества, я не говорю за себя. Да естественно, тебе оно не надо было. Ты и так все время на встряске. Тут джинсы идут, не идут. Так что, ребят, извините за такое мнение, но, как бы, это на пользу. Да ты что, я представляю, у нее жизнь вообще на маникюр, вот это надо съездить, ламинирование волос, опять же, там этот, накраситься, то все, губы выколоть. Да ты что. Вирус не для нее. На пользу нам всем, потому что просто планету сожрали, планету, блин, загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет наполовину даже, если для меня это, если честно, не так страшно. И я могу сказать, что я готова наряду со всеми умереть, но лишь бы наша планета выжила. Так вперед! Вот! Не надо ждать вируса! Для кого многоэтажки понастроили? Поднимаешься выше девятого этажа? Ребят, ладно, я не хочу, не дай бог, она выбросит, а завтра это же, блядь. Скажут, дурнив заставил Боню выброситься из окна. Нет! Мой организм не помойка. Пожалуйста, давайте немножко придем в себя. Планету, да, надо беречь, но это не значит, что нужно самоубиваться ради этого или подвергаться каким-то вирусам. Если вы хотите беречь планету, можно поменьше покупать товаров в пластиковой обертке. Ну, хотя это тоже на самом деле такое. Топ-10 стран, которые производят пластик, которые вот в океан выбрасывают, засоряют океан, засоряют нашу планету. Там всякий Пакистан, Индия, Китай, Украины и близко нет. Она на каком-то там 50-м месте, потому что у нас мало людей, мы мало, у нас мало всего покупается, продается и все такое. И даже если вся Украина как один просто перестанет использовать пластик, на планету это никаким образом не повлияет. К сожалению. Это не значит, что нужно засраться пластиком от и до. Но давайте как-то отдавать себе отчет в том, что происходит. И чтобы она была красивой, молодой, рождала, скажем так, плоды давала, да, для того, чтобы наши дети могли питаться. Я надеюсь, наши дети будут питаться капсулированной плацентой планеты. Потому что все сожрали, как саранча просто. И зачистка планеты нам нужна. Я извиняюсь, пожалуйста, конечно, за такие слова, но... Это Сталин такой, знаешь, извиняюсь, пожалуйста, Голодомор, сделай, да. Зажрали планету, очень зажрали Советский Союз, много людей очень, давай сделаем это. Сделай расстрели массовые, сделай лагеря, я прошу прощения сильно, извиняюсь. Пусть все умрут, и вы тоже, все убейте, я тоже умру так же. Ну, это был Сталин, если что. И зачистка планеты нам нужна. Я извиняюсь, пожалуйста, конечно, за такие слова, но говорю как есть, не лукавлю. Просто она в таком кайфе от того, какую она мудрую мысль толкает. Просто посмотрите, она трогает себя. То есть она реально мастурбировать сейчас начнет. Вот просто от того, как она круто вещает, это и самопожертвование, это и спасение планеты, это и смелая, такая дерзкая мысль, чтоб человечество слишком сожрало планету. Но как бы ты ни старалась, Виктория Боня, все равно больше, чем на тупую пи***ю, это не тянет, простите. Я понимаю, если ее основным занятием в жизни была посадка деревьев. Есть такие люди, они известные, они за счет того, что у них большая аудитория, они говорят, давайте все скинемся, кто сколько может, а я организую, я вам отвечаю на эти деньги, посажу деревья. Мало деревьев, надо больше деревьев, их много вырубают, и просто вот человек всю жизнь в это давит, деревья, деревья спасают планету, как может. Это еще, ладно, там, как-то, может, можно на этой почве чуть тронуться. Ну ты, Виктория Боня, ты продаешь рекламу в Инстаграме, где перешиваешь этикетку на джинсы в китайских, и что еще ты делаешь, я не знаю. Она провела, наверное, какой-то день рождения у олигарха, ой, мы зажрали планету, как той, ты и сожрала. Так что, может быть, жестковато, но зато правда. И если бы я с мою семью затронул, я еще раз повторюсь, готова вместе со всеми умереть, готова прям, знаете. Ничего не хочу говорить, но у судьбы есть чувство юмора, я вам скажу, может быть, всякое. Вместе с этим коронавирусом вымреть вместе, с человечеством, в первых рядах. Но главное, чтобы планета была, и наши дети, чтобы жили в чистой планете. Так нет, получается, а главное что? Ну, чтобы планета была. Планета, получается, да? То есть люди, как бы, может быть, нет, а планета, чтобы была, да? Молодой, красивой, чтобы была. И рождала дальше. Получается, людей, которые не важны. То есть планета, главная ее функция как? Родила, молодец. Если ты уже не можешь рожать, плохо, а дальше мы уже сами. Здесь захотим, умрем. Да, да, нет, нет. Вот как бы, мое такое мнение. Да, блядь. Можете говорить все, что угодно, но я считаю, что планета гораздо важнее, чем. Та с***. Я не могу понять, в итоге, что самое важное, что важнее остального. Есть ли какая-то вещь среди названных ей, которая, скажем, над всеми находится, или все равнозначны. Не могу я въехать. И еще я не могу понять, извиняется ли она за то, что сказала, или ей все равно. Я считаю, что планета гораздо важнее, чем то, что пожирательство, вот это пожирательство. Что вообще случилось с планетой? Может она объяснить? Получается, кто-то сожрал планету. Всю планету сожрали. И сейчас, если как бы все умрут, то только намного лучше станет. Все время вот люди используют ресурсы, все уже истощили планеты, да? А никто ведь не заботится о том, чтобы их восстановить или восполнить. Не, ну дай бог, чтобы все, конечно, были живы-здоровы, я никому не желаю ничего плохого. А-а-а! Все-таки счастья, здоровья никто не отменял. Не, ну и планете тоже. Получается, пусть планета побудет. Не, ну дай бог, чтобы все, конечно, были живы-здоровы, я никому не желаю ничего плохого. Но мне кажется, что очень хотелось бы, чтобы люди немножко поосознаннее были И чуть-чуть побольше думали о том, что надо не только брать, надо еще и давать Я так понимаю, что как армяне ее на корпоративе научили в 2008 году Что, слушай, Вика, надо не только брать, нужно еще и давать Так она вот этой мыслью по жизни и идет Ребятушки, Юлия Сидорчук сегодня с нами Суперноунейм, 144 подписчика, организатор и создатель официального фан-клуба Неангелы Создатель также фан-клуба Макса Барских Она такая, ну, ей, знаешь, ничего больше не нравится Пиздец, блядь Это Макс Барских уже? Или это Неангелы? Пиздец, блядь, кто-то нассал в лифте Ребят, скажите, пожалуйста, мы живем в 21 веке Это что за дикость, блядь? Нет, ты, кстати, полная Ну, не знаю, при чем здесь 21 век? Кстати, это как-то не очень увязывается Она такая, уже и в космос, блядь, летают Илон Маск спутниками землю опоясал Вы все в лифте Это что за дикость, блядь? Вообще, ребята Значит так, завтра я провожу расследование Кто, блядь, нассал? Завтра, боюсь, будет очень поздно уже Возможно, через час будет поздно Хотя какое расследование можно провести? Хорошо бы сюда этих ребят, которые лижут унитаз Вот как-то применить этот челлендж Лизать пол лифта Провожу расследование Кто, блядь, нассал в моем лифте Я его чистила Я зеркало сюда установила Я линолеум этот постелила Очень хороший человек, надо сказать А какая-то пи***а тут нассала Извините, пожалуйста Туалета нету или шо, блядь, моча вонючая Нет, если бы у меня был фан-клуб Он есть А, есть? Значит, кто там руководит? Этот человек, а, уволен Алена, пока я не увижу твои реакции на лужу мочи в лифте На глаза не попадайся Не, ну ты посмотри на это Я считаю так Повесила зеркало Постелила линолеум Ничего страшного Мокрой тряпочкой пройтись и протереть Вика, Сережа Давайте объединимся в кооперацию Это нормально? Стоять Нет, она этим лифтом, кстати Она этим лифтом Это ее лифт Это ее лифт Стоять Тебя никто не отпускал Секундочку Расследование, я вижу, началось уже Это, знаешь, гражданский опер-сериал Стоять Это нормально? Стоять Я не разобралась Это нормально вообще? Я слышал, что если очень много возмущаться над лужей мочи Она может исчезнуть Вика, Сережа С кем она разговаривает? Она что, называет сейчас лучшие песни группы Диангелы? Просто Просто И вот эти люблю Блин, ну это неприятно Подожди, дружок Знаешь, когда дядя милиционер Да я пойду уже Подожди, дружок Ребят, я считаю, что нужно помочь Действительно очень некрасивое дело Кто что знает Кто видел, может, какие-то зацепки Кто выходил Кто заходил в этот момент В этот подъезд В этот лифт Кто узнал Может быть По текстуре По По прозрачности Может кто-то Сейчас Коля Ты Пишите в комментариях Ого Я Николай Тищенко Все Иду в Верховную Раду Ничего не делать и снимать сторисы Велюр На меня подписана половина соседей Лена Яна Ребята Давайте пройдем расследование Пожалуйста Подожди Как она себе это представляет Можно подвести ток К полу И когда в следующий раз Человек будет писать Его ударит током Прямо в член Это правда? Да А это мужчина, интересно Писал Да, в реальности Кто на ссал? Она сама и на ссала Прикинь И разыграла Всю эту комедию Причем уже не в первый раз И уже никому не смешно Знаешь Эти все ребята такие Это отписка Вот, кстати Вот это отписка Понимаете А не то, что вы пишете Ой Что-то там не смешно Отписка Вот это отписка Я просто в шоке Ребята Я не могу понять На нее каким-то образом Эта ситуация Повлияла Или нет Как она к ней относится Может она объяснить? Нет Вообще Эти чаты с соседями Знаешь Есть Я представляю Что там дальше было Потому что у нас в чате И за меньшую Так предъявят Поверь Кто-то Почесался Не в нужном месте Все Гражданский контроль Кто на ссас? Она что Объявление повесила? Мы сейчас Исправим Эту ошибку Кто на ссал? А не на ссас? Какой блять на ссас? Кто на ссас? И какой-нибудь Тиранец едет Я на ссас Ребят Just Queen Анастасия 64 И одна тысяча Подписчиков Человек Который С собой Сделал Некоторые Манипуляции Чтобы быть Похожим На трендовую Маску Инстаграма Почему она Вам не кажется Трендовой Потому что Тренды Очень быстро Меняются Это было В феврале Я выехала Жрать И захотела Срать Я кажется Знаю Кто на ссал Лифте Понимаешь Понимаешь Что происходит Сейчас я пожру Мне захочется Срать Понимаешь Буду Срать На улице Ну как бы Не на улице В каком-то Заведении Но я ненавижу Это делать Срать Не дома Не Я тоже Кстати Для меня Очень важно Где это происходит Это такой Ритуал Я знаю Что ты Любишь гостя Паразит Вообще Надо сказать Что Настя Очень красиво Меняется У нее Цвет волосной А кто Забирает Лавры От сандочки Сипян Сейчас Крутнулась В биробу Небось Успокойся Успокойся А что ты думала Где это А кто едет На голос И знаешь Четыре кресла Отвернутые И заслушался Монатик Монатик Все время Знаешь Он Все время Вспоминает Как ему Серега Сказал Что у вас Ничего Не получится И хочет Не попасть В тот же Просак И он Всем Говорит У вас Большое Будущее Я мечтал О том Чтобы у вас Была мечта Оказаться В команде Монатик Что мне больше Все бесит В этой болезни Это то Что у меня Отечная А я заметил Думаю Что-то Или какой-то Отек Или что Что-то С того Насморка Не Ну наверное Ну а что Ну да Ну просто Что болеешь Отекаешь Или нет Нет Что-то случилось Какой-то Отек Или что-то Какой-то Здесь Получается Она мне кажется Приходит И врачу Говорит Я хочу Быть Похожа На масть Врач Говорит На какую На бубну Я не знаю Сука Оно Вбит Слушай Главное Что к нам До паника Не дошла Потому что Там же Люди Культурные Европа Понимаешь Тут же Иди Сука Дикарей Где-то Я не знаю Что начнется Сейчас Какой-нибудь Настин сосед Преподаватель В консерватории Я знаю Что Такой Сука Дикарей Где-то Я не знаю Что начнется Ой Сука Хоть я думаю Кому-кому Тебе бы пошло Так сделать Ты волосы вишь Да Волосы Ребят Как и каждый выпуск Сегодня мы разыгрываем Любую футболку Из дурни в шоп Но сегодня Благодаря нашим партнерам Из дубликат Мы разыгрываем Не одну А сразу Десять футболок Для того Чтобы принять участие В розыгрыше Нужно выполнить Несколько простых действий Во-первых Включите этот выпуск Еще раз Найдите Наиболее понравившийся Вам момент Снимите его На камеру Своего телефона Ну или Сделайте захват Экрана Как кому проще Выложите его У себя в сторис Отметьте меня Нашу страничку Дурни в фан И страничку Приложения Дубликат Все Вы принимаете Участие В розыгрыше Десяти футболок Из дурни в шоп На этой неделе Футболку Из дурни в шоп Из прошлого выпуска Получает автор Вот этого Также хорошей традицией Стала разыгрывать Футболки За творческий подход К созданию Сторис За творчеством Мы тоже разыграем Десять футболок Из дурни в шоп Но придется Заморочиться Переходите по ссылке В описании Устанавливайте себе Приложение Дубликат Внутри приложения Вы найдете Специальный раздел С отрывками Из программы Дурни в смотрит Сторис С помощью этого приложения Вы сможете Заменить мое лицо На ваше Выкладывайте то Что получилось У себя в сторис Отмечайте меня Нашу страницу Дурни в фан И страницу Приложения дубликат И принимайте участие В розыгрыше Десяти футболок Из дурни в шоп Ну а за творческий подход К созданию Сторис Из прошлого выпуска Футболку получает Автор Вот этого вот видео Мне что делать Похрюкай Также мы разыгрываем Футболку Среди тех Кто отдает Джамалы И не пользуется Инстаграмом Для вас ребят Все еще проще Нужно подписаться На наш канал Ну или быть подписанным Нажать на колокольчик Поставить закусенец вверх И оставить любой комментарий Все В прошлом выпуске Мы просили сказать Что было до И вот В комментарии Который выиграл футболку Ребят Моргенштерн 4,2 миллиона подписчиков Настоящая Супер Рок звезда Страшно? Да, мне страшно Вообще За людей Которые фанатеют От него Знаешь Вот мне реально страшно Мне кажется Что Ну прикинь Вот типа ты такой Мне нравится Моргенштерн Вот на серьезке Типа Мне нравится Я люблю его музыку Классный сториз Люблю посмотреть Новый мир Прикольный трек Вот это я Это я Смотри Ты видишь Видишь Смотри Гуччи Получается Балмейн А Версачи Ну видишь Это я Это я А это ты Ну Ну получается Ты Я конечно Извиняюсь Но кажется Я в тебя Насал Нет Ну типа Ну хоть с мою Я не знаю Он сделает Да На самом деле Я очень люблю Свою аудиторию Я люблю своих подписчиков Поэтому Вот Знаешь Здесь На самом деле Ну как бы Понятно Моргенштерн Он Ему там 20 лет Он как бы Играет в рок-звезду Как ему там Кажется Он купил кофту За 500 евро Там что-то Еще штаны За 400 Он в отельном Номере живет Но Ну для человека Из провинции Который там К всему этому Прикоснулся Это Ну наверное Это вскружило ему голову Я не знаю Ну короче Он как бы Старается Максимально От этого получить Но 4 миллиона Человек На это смотрят И они такие Типа Вау Так интересно Вот непонятно Что с ними Потому что Что с ним Понятно Но что с ними 4 миллиона человек Ребят Это же 8 Мариуполей В конце концов Теперь ты чистый Мой брат Ты кстати Судя по зрачкам Нет Сука Меня любят дети Слушай Ну на самом деле Вот кто мог бы Вылизать Мачу С пола лифта Стоять Согласись Он любит мачу Он любит Когда мачу Демонстрирует Он любит Унитазы Он любит Лизать лифт Ребят Ребят У крутого рэпера Вовы Петрова Лучшего Лучшего Рэпера Из Украины Вышел Дис на Моргенштерна Никто Старику Не объяснил Что Дисы Уже не пишут Где-то с 90-х Но тем не менее Дис вышел И ребята Которые знают Моргенштерна Они говорят Что когда он услышал Он просто был Вне себя От бешенства И Просто ну реально Не знаю Даже как себя Сейчас вести Да он пишет ответку Поэтому Послушайте Хорошего понемножку Ребят Максимка 17 К сожалению Эта страница Недоступна Много подписчиков Но аккаунт удален Бабуль Смотри какая я Пиздец На чем ты Пиздец Что Не надо Бабуль Я пиздец Нет Конечно Какой мразью Нужно быть Чтобы материться При бабушке Это представьте Вообще Какое горе Такая некрасивая Внучка Подрастает И ты же Ихранит Я б тебе Язык С мылом Вымыла Вот это все Не смотри На меня Старенький мужик Я уверена Что не работает Твой мужик Пацаны На девятке Вы не сигнальте мне Я не поворачиваюсь На вашей АОЕ BTS Эй Подожди Кажется ты похож На моего будущего Парня BTS BTS Подписка Ребята вот вы говорите Что такого Тикток Тикток Типа ничего страшного Ну вот Смотрите Например Я реально чувствую себя Уже старым Знаешь Я думаю Что многие зрители Меня сейчас поймут Потому что Было время Когда мне было Там например 18 лет И я На все такое Реагировал Мне кажется Вау Круто Как смешно Оригинально И вот сейчас Мне уже там Больше Мне 26 И я Думаю И я думаю Капец Что с ними Почему они себя Так ведут Огромное спасибо Что присылаете Stories Нашему редактору Диме Шибаеву Он не спит ночами Не болеет Коронавирусом И сидит Я надеюсь А ну хэкни Довольно звонко И сидит На карантине Не ходит в офис И все таки Наверное Дрочит Немножечко В присядку Честно признайся Никогда Ты что Вот брехло Брехло Давай Если Ты брешешь То Услышится Какой то звон Дрочишь В присядку Нет В общем Что за запах Да Димка В общем Ребят Мы получается Делаем 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 Программу Вместе с вами Огромное За это спасибо Присылайте Димке Еще Сторисы Ребят Гительман Руслан 233 тысячи Подписчиков Блогер Республики Хакасия Города Черногорска Хакасские Тигры Здесь Здравствуйте Всем Ребята Сегодня Я бросаю Вызов Состязания Соревнования Олегу Монголу По поеданию Вареных яиц Кто быстрее съест Ребятки Я начинаю Первое яйцо Олег Монгол Принимай вызов Я съем Больше тебе Первое Леш Первое Мы ведь никогда Не стояли в стороне От современных Инстаграм Трэм Ну что Та-дам Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Как они воняют Ты как будто Их сам сделал Ты уверен Что они свежие Свежайшие Ну их надо почистить Дима А может Все таки Это прокатит Я же не Олег Монгол Пойдем Сегодня Я бросаю Вызов Состязания Соревнования Олегу Монголу По поеданию Вареных яиц Я кидаю Челлендж Владимиру Дантесу Покажи Что у тебя Есть яйца Фу Дима Кто их варил Кто быстрее съест Ребятки Я начинаю Первое яйцо Олег Монгол Погнали Второе Третье Двадцать секунд Десять Девять Ребятки Считайте Пишите в комментариях Кто победил Я Олег Монгол Точнее Вызов Монгол Понимает Четыре Три Два Один Когда ты приносил Этот Бутерброд Вот он Большой Это было уже намного, намного лучше. А что здесь стоишь? У нас сториз закончились. Пока. Ты будешь доедать? Я не буду вообще больше никогда яйца в жизни есть.